Только меня не бейте, все-таки Новый год. Я сама расстроилась, я... Я думала, мне понравилось. Всем привет, я Даша, с вступающим вас Новым годом, может быть, даже уже с вступившим. Это отчет прочитанным за декабрь 2019 года. И первый книг, который я вам покажу, это продолжение бестселлера автора Сесиля Ахерн. И он, если первый книг назывался «Паскрипт, у меня люблю тебя», то это называется просто «Паскрипт». Если вы позабыли, то в первой части молодая девушка переживает смерть от рака мозга своего мужа и в помощь в это ей приходит сам почевший муж. Дело в том, что перед смертью он успел написать несколько письм. И она должна читать по одному письму каждый месяц. И, собственно, этим она и занимается на протяжении книги. Есть экранизации, если вы любопытно можете начинать с ее или с самой книги. А вот именно эта часть говорит о том, что проходит сколько-то времени, семь лет, по-моему, если не ошибаюсь, и ее сестра, главную героиню, приглашает на свой подкаст, где предлагает рассказать свою историю. Многие поражаются ее опыту. И ряд людей, тоже больных раком, хотят написать письма своим родным и близким, оставшимся, которые останутся на земле и переживают утрою от убийства человека своего родного. Книга невероятно рыдательная. Просто если у вас, как бы, среди знакомых, среди двух родственников, есть люди, которые не излечимым больны, я вам очень не рекомендую читать эту книгу. Серьезно. Просто поверьте мне. Я... Вам и так сейчас очень непросто. И эта книга, она только усугубит ваше состояние. Не читайте. Серьезно. Книга написана трогательно. Особенно вот последние главы, это просто вот... Я на взрыв трыдала, у меня просто потом аж слезные железы устали, сказали, чуиха, прекращай, да? Вот. Но есть и слабые места. Например, молодой человек героини, ну, я подчеркиваю, это исключительно мое субъективное мнение, вы можете с ним не согласиться. Он мне не нравится. Он не понимающий, не умный, не добрый, не заботливый, не отзывчивый. Все, что он делает, это критикует и обвиняет. Конечно, у вас может сложиться другое впечатление, но вот у меня было вот именно так. Кроме того, главная героиня постоянно рефлексирует и испытывает эмоциональные приживания все время, постоянно. И тоже как-то вот разбавить было вот этот момент, потому что этого очень много. Сюжет сам по себе предсказуемый, но это всегда в книгах слабым местом является. Порой иногда, хоть ты точно знаешь, чем все закончится, и даже как, что будет ждать читатель за следующим поворотом сюжетной линии, все равно получаешь удовольствие чтения. И вот здесь бабка на двое сказала, потому что, с одной стороны, ты испытываешь очень сильные, печальные, грустные чувства в связи с событиями, а с другой стороны, написано и правда хорошо. Поэтому мы, ну, смотря, видимо, какой вы человек, и вы либо получите удовольствие от чтения, либо нет. Но есть нелогичный момент, например, один из персонажей повредил ногу, нога в гипсе, сам персонаж там чуть ли не на костылях, и при этом его друг в какой-то момент говорит ему, беги вот за тем человеком. Персонажу с гипсом говорит, быстро за ним. Как вообще? В общем, роман неплохой, можно даже сказать, хороший, но совершенно ужасный с эмоциональной точки зрения. Я постоянно страдала, я просто не терпелась, чтобы он закончился, пускай, или как можно, чтобы я и так растромошена в эмоциональном плане, а тут ещё такой усилитель. В конце у нас, кстати, есть совсем чуточное интервью с писательницей, где она обещает продолжение. Зато вот о следующей книге я сейчас буду распорляться. Я уже упоминала её в видео лучшей книги года. Это «Тринадцатая сказка» Диана Несетерфи. В первый раз я её читала в пятнадцатом году и в электронном варианте и с тех пор мечтала приобрести в бумажном. И, наконец, нет. Спасибо Лайфлию Буева фонса книга «Обмен». Я и заполучила эту славную книженку в свои руки. Она понравится всем тем, кто любит книги, кто любит читать. Мне очень понравилась фраза главной героини, которая обожательница просто книг, что типа мол «Для меня давно уже много лет назад, ещё с детства видеть и прочитать это как бы синонима, это одно и то же. Вот для меня тоже просто видела какую-то теоретику считать, что я его прочитала. У нас не абсолютно идентичный вкус в литературе. Единственное, что она читает только книги уже почивших авторов, а я как бы всеядна. Вот. И в чём сюжет? Одна очень знаменитая писательница никогда в своей жизни не давала правдивных интервью. Каждый раз она сочинала какую-то историю небывалую о своей жизни. И тут она как бы заболевает немножко, и героиня она написала парочку успешных, качественных биографий, и писательница приглашает её с этой же историю, чтобы она написала её биографию. И рассказывает ей историю. И не только рассказывает ей историю, но и сама писательница задевает небольшое расследование. Это такая не совсем готический роман всё-таки, но что-то очень близкое, невероятно увлекательное. Я её проглотила буквально за пару дней эту книгу, хотя читала уже второй раз, и дико было всё равно интересно, я уже забыла что-то вообще собственно было, и просто обожаю эту книгу. В этой книге кстати видно в каких местах автор вдохновлялась такими романами, как Дженнэ, Гродость и Предубеждение, Грозовой Перевал и другие книги из подобных названных мною, но именно не заимствовала, а именно вдохновлялась, и это очень хорошо видно. Далее, книга «Невероятные приучения Факера», запертого в шкафу Икея, Роман Пуэртолос, Индика, извините, если я сейчас неправильное имя произношу, Роман Пуэртолос. На самом деле почему-то я на Лавлибе видела такую информацию, что Роман написал полицейский индийский, но я проверила. Автор «Невероятный индиец». Он родился во Франции и всю жизнь жил в две страны, Франции, Англии и Италии. И он всю жизнь работал «Томфокусник», обратите внимание, «Томфокусник», кем-то по разным таким мелким профессиям, и тут решил написать книгу. Как мне кажется, ему это не удалось. Книга меня тико разложала, и я смогла прочитать по одной децепричине. Всего страниц, и я подумала, ну, она меня, конечно, не раздражает. Если бы я снимала видео «Худшие книги года», она бы определенно вошла бы. Если я буду читать хотя бы по 50 страниц в день, это для меня очень мало. За три дня вполне прочитаю, все будет нормально, и я себя, короче, заставила. Есть совершенно чудесная экранизация, она мне нравится. Вот там все прям отличненько. Книга на меня произвела отручающее впечатление. О чем она? Факир приезжает, хочет купить кровать от Икея. он узнает, в каких странах есть магазины от этой фирмы, узнает из Индии, в какую страну дешевле стоит авиабилет, и именно в эту страну направляется. Там ознакомится с девушкой, договаривается о свидании, решает заночевать в магазине Икея, но сюрприз, сюрприз, входит внезапно грузчики, наш герой прячется в шкафу, а оказывается, что грузчики за шкафом и пришли, и он, оказывается, в другой стране. Короче, в результате он исключил несколько стран, потерпел некоторые приключения, и вот в этом книгам. Мне понравились книги только две вещи. То, что читатель наконец-то запомнит, что индус и индийц это разные вещи, хотя здесь не приводится разница, но постоянно в сторону главного героя говорится индийц, индийц, не индус. Я объясню его разницу. Индус это вера в спитании. Индус может проживать и в Африке, и в России, и где-то в Европе, находят на Аляске. Индиец это жители Индии. В Индии проповедуются несколько религий. Индийц может быть как индусом, так и буддистом, так и христианином, кем угодно, хоть мусульманином. Но это граждан страны, гражданин страны Индия. Вот. И вторая вещь, которая мне понравилась, это то, как веркается его имя, житель жителями европейских стран. Его на самом деле зовут Аджаташатру, как только там не называют. И Ажух Табушатру, и Ужин Тушитру, и Жуть Деперон, и так далее. Очень на любой вкус. Еще немножко такое несоответствие. Книга написана вроде как с претензией на комедию, но пишут совершенно жуткие вещи. Это еще не о вопросе миграции, наоборот, хорошо, что поднимается этот вопрос, о некоторых нюансах детства главного героя, совершенно жутких, ужасающих, и шокирующих, которые смотрятся среди всего этого ажиотажа «Приключенческого», ну, как ни пришей, шубей, рукав, я не знаю. В общем, выходит об этой книге и переходим к следующей. Арт из русской истории от признания варяга до наших дней. Автор Константин Душенко. Идея совершенно шикарна. Это вам не просто перечень афоризмов. Приводится значит имя человека, который этого сказал, сама афоризма, информация о том, Венисаврин, информация о том, в каких обстоятельствах была произнесена данная фраза или написана, где-то и опубликована, является это исторически достоверным или лишь приписывается человеку. Если фраза была изменена уже будущими поколениями, то есть информация об этом изначально сказал человек кто-то и кто-то имея ввиду вот это, а люди уже переначали вот так. Именно таким образом мы это и запомнили. Мне, например, абсолютно ушибло, что, оказывается, фразы победителей не судят, которые Екатерина II якобы сказала в сторону Суворового не было. то, что Илья Мамотов писал прощание мутой России оказывается не доказано. Возможно, ему это лишь ему приписывается. То, что Петр Первый, он когда умирал, если он не знали вдруг, он долго болел перед этим. И я как бы перед смертью ему сучили листок, он напишет завещание, и он писал «Оставьте все» и не успел написать. Мне всегда это казалось странным, нелогичным, неправдоподобным, но я почему-то в это свято просто верила и выяснилось, что а не было такого. Это уже после его уже смерти в публикациях была информация об этом, но как бы и в общем все такое и так далее и тому подобное. Немножко мешает, что цитаты приведены не фронологическом порядке, а по алфавиту людей, которые их произнесли. То есть то сначала приводятся цитаты Екатерины Второй, то Ельцина, то Белийского, то Задорнова, и как-то это немножко смущает. В конце есть цитаты фронологическом порядке, но не все и без дополнительных сведений. Ну и когда слышишь название книги цитаты из русской истории, ожидаешь, что услышишь умные какие-то фразы, заставляющие задуматься над своей жизнью, над философией мира, я не знаю. Но там очень-очень-очень много слов, ну, просто обычных. Например, бытовое явление, обитатели шестой части света, плачущий большевик, ну, то есть такое. Но что больше меня всего смущало, что я считаю самым слабым местным книги, это то, что, как мне кажется, автор лишне субъективно отнесся к подбору цитат. То есть, например, у таких людей, которые, там, Петр Первый, Ключевский, Пушкин, то есть очень-очень многих людей, которые говорили много всего просто интересного, просто по одной, по две цитаты, не больше. Но Ленин и Сталин не меньше, чем на десять страниц ильянов в книге. Я не шучу, никак не меньше, я не преувеличиваю. Я не дрицеляю. У них были умные мысли, которые стоят того, чтобы как-то о них подробнее почитать. Но вот это несоответствие, что у одних исторических личностей взято буквально пять слов я не знаю у вышеупомянутых деятелей государственных 20 века по десять страниц, а то и по двадцать. Как-то вот идея потрясающая. Я получила огромнейшее просто удовольствие, когда читала эту книгу. Эта идея шикарная. Вот если бы не эта субъективность еще подбора, было бы вообще прекрасно. Далее книга «Помни меня» автор Лысли Пирс. Я ее перечитывала уже второй раз. Я люблю такие книги, где рассказывать о первых колониях европейцев где-либо еще. И именно в этой книге рассказывали, как колонизировали Австралию. с дикими совершенно устрашающими обитателями животного мира. Действие происходит в XVIII веке, когда лечи первой флотильи, то есть когда самых первых заключенных повезли на корабле в Австралию основывать колонию и среди них была девушка, которая стала известна настолько, как одна из самых первых бигдлицов из австралийской колонии. Совершенно дивно прописанная история роли и с романтической линией они там есть и с ужасающими подробностями как она за что ее посадили, как ее судили на выселение, как она плала на этом корабле далеко ни один день, ни в каких условиях пребывала, за счет чего выживала. Это совершенно дивная история. Единственное, не всегда достаточно здесь литературной обработки. Автор развела документальную историю за основу, но порой недостаточно ее обрабатывала и на протяжении сюжета линии иногда видно, что торчит одна кость, то есть вот этот взятый скелет документальной истории, видно, что кость торчит, мяса нет. А вообще история абсолютно дивная. Очень рекомендую. Ну и последнее, чем я хочу сказать, это целый цикл книг Натальи Щерба. Это имя нахуй склоняется. В общем, автор Наталья Щерба. Часодей. Ой, сейчас мне пролетят тапки, да? Этот отзыв не будет положительным. В общем, здесь есть шесть книг. Это Часовой ключ первой книг, Часовая башня, Часовое имя, Часограмма и, наконец, Часовая битва. Что я могу сказать в общем, о цикле. Это переписано Гарри Поттер. Заимствований нереально много. Очень. Какие-то бросаются в за достаточно сильно. Какие-то более заувалированы. Хотелось бы, конечно, чтобы автор постарался засекреть все вот эти заимствования, но как бы то ли не стало, то ли не получилось, не знаю в чем причина, но очевидных много. главная героиня непринятная, то она несообразительная, то схватывает то, чему не могут обучиться самые талантливые, которые много трудились, она вот прямо на лету схватывает и осваивает эти умения. Что еще? Персонажи однобокие, картонные, за исключением одной части, о ней я еще скажу. То есть если уж это нехороший человек, то мерзавец полнейший. Если это друг, то всегда преданный, никогда не подвижен. Никогда не подведет. Любую твою просьбу исполнит. Никогда она тебя не забудет. Даже если ты будешь заставить долгом. Полнейший чушь переведет. Ты только слово скажи. То есть все такое безграней. Не видно за этим личности. В человеке все время борются добро и зло. И то одно, то другое, перевешивать. Здесь этого нет. Если персонаж положительный, то он будет добр всегда. Если человек злой, его поступки будут всегда негативными. То есть однобокость персонажей. А я не буду продолжать. Вы поняли мою главную идею. Написано неплохо, слег легкий, читается быстро. но вот эти все заимствования, однобокость персонажей, предсказуемый сюжет на линии, вот все эти вещи, они в моих глазах делают цикл слабым. В итоге это добрая, милая сказка, которая мне понравится, скорее всего, детям и подросткам. лично мне на то, чтобы не зашла, но сложно, в общем, сказать. Давайте теперь подробнее. Первая книга «Часовый ключ», мы знакомимся с главной героиней, которая узнает, что существует два мира, это Эльфара и Астала, Эльфара магический мир, скажем так, астала наоборот наш земной. Она выясняет, что ей нужно проявить магический мир и свою магическую профессию. Вторая книга «Часовое сердце». Один из героев там не постоянен. То он презирает чемпионов и обманщиков, просто вот Эльф бяка, то и сам когда ему предлагают «Давайте там пошпионишь». Так вот прям яростно отказывается. Но когда другому герою предлагают, не другим, становись нашей, говорят, эй, вот этот персонаж, который ненавидит шпионов, удивляется, а что ты не согласилась, чтобы шпионила, то есть немножко нелогично. потом в какой-то момент главная героиня не выясняется, что она не умеет полюбить чисто восьмилу, хотя в первой книге этому научилась. Когда автор описывает чисто лист, видно, что она вдохновлялась компьютером и в книге написано где-то, что главная героиня рада, что чисто лист похож на ноутбук, хотя он похож на книгу вообще-то и логичнее было бы сказать, что Василиса была рада, что он похож на книгу, тогда бы ее не запозрозили, что она работает с волшебным артефактом, вообще как-то это двояко. Потом меня постоянно раздражала одна героиня, она постоянно строила себя сверху проницательно и просто не приставая, понимающая, улыбалась. Если бы в моей жизни был бы такой человек, мне бы хотелось ему влезать, чтобы стереть улыбку с его лица. Правда, это как-то переборчик. Но книга лучше, чем первая часть, более насыщенные события, вызывают более сильный интерес, она вообще более живая, интересная какая-то. Я также начала думать, что автор списал более что... Третья часть, «Часовая башня», написана еще лучше. Забегая вперед, могу сказать, что третья часть мне понравилась больше всех из шести. Но заимствований нереально много, я не считала целых девять. Я выписала. Ну, там и Тагрис узнается, или со стороны чудеса, и другие истории, но «Гарри Поттер» особенно. Итак, часы. Помните, у Изли были часы, которые показывали равные штуки, вот, похожие. Безразмерная сумка, летающие лестницы, уподобление негативных персонажей Морфо, и также Снегу, профессору Снегу, и Дабблдору. Запугивание перед поступлением в школу, тайно выращенное магическое животное, скажем так, Гарри Поттере это был Тарафон, здесь немножко другой летающий объект. Испытания в подемелье из Гарри Поттера философский камень взято, и так далее. Но в целом книга написано хорошо очень, с интригой, мне понравилось. Но дальше мы пошли на спаррот. Четвертая часть, часовое имя. В общем, в часолисте, не знаю, по сути удаления, используется такой термин как заставка. Я его изначально считала не слишком удачным, но слишком компьютерным какой-то. И видать, авторы об этом сказали. иногда она изменяла в четвертой части на словочитание личного головы. Ну, на мой взгляд, не самое лучшее решение, но лучше, чем заставка. Мой мозг начал страдать изобилием частички час. Посмотрите на слова. Часовист, зачасовать, часовщик, часоход, часовой браслет, часофод, часограмма, часоящер, часолет и так далее. Иногда автор вводил английский слава, и тогда мой мозг отдыхал. Например, клокер от английского клок часы или тайм-система от английского тайм-время. Смущает, что персонажи то хмыкают, то фыркают, нормально говорить нельзя. Ну, просто очень часто. Диана продолжает постоянно понимающей улыбаться. Диалоги прописаны слабо, искусственные натянуты. Описания тоже объемные какие-то растянут. Это была попытка сделать книгу более объемной. Забита одна любопытнейшая сюжетная линия, которая только-только начала с предыдущей части. Допускаются жарганизмы, видимо, прокрашиваясь случайно по недосмотру, потому что буквально один случай. Главный героиня недогадлива. Пятая книга. Все слабее и слабее. Персонажи продолжают хмыкать и фыркать. Если раньше этим страдала преимущественно главная героиня, то теперь страдают все. Один персонаж явно списан с Лолдемортом, просто явно. Диана продолжает понимающую улыбаться. Принесите мне, я ее ударю. Я даже не помню, о чем книга. Она вот когда я закончила ее читать, я поняла, я ничего не запомнила. До такой степени она не поразила у меня вообще никакого впечатления. Ноль. Шестая часть. Буквально вчера вычитала ночью. Одно из достоинств художественных книг это интрига непредсказуемость. Они повязаны на мне, они впарили всегда. Но тут главные триггра ну на мой взгляд со мной могут не согласиться люди это кто такая Николь почему она молчит и еще это тайна одного персонажа которую не буду называть чтобы не было спойлера и финал но достоинства эти потенциальные достоинства своей книги Наталья щерба сама и свела к нулю достоинства что перед тем как раскрыть все вот эти штуки она так много и сильно намекала что за этим скрывается что будет что невольно догадываешься что собственно и произойдет и совершенно верно догадываешься и она сама же и свела на нет достоинства этой книги а больше всего я не знаю что за что ее хвалить тем более очередное заимство из Галри Поттера из Патерианы черную метку ну черная метка ну просто списана только на другом месте находится не вот здесь а в другое место вообще функционал тот же знаете что меня больше всего раздражало когда я читала весь цикл тайны их никто не может хранить абсолютно ни дети ни взрослые абсолютно на каждом уголке на сюжетной линии кто-то говорит кому-то не говори никому тут же человек всем разбалтывает однажды там даже такое было что человек собрал просто компанию людей много людей собрал и сказал вот секрет я вам расскажу сейчас и рассказывай и я сижу такая просто господи сколько можно почему все не там такие блутливые только меня не бейте все-таки новый год я сама расстроилась я я думаю мне понравилось хоть первая часть и простенькая но все-таки хорошая вторая и третья особенно третья неплохая тоже хорошая но потом на спад на спад на спад давайте что-нибудь хорошенько закончим с уступающим вам счастливого нового года здоровья успехов преобладания положительных иммун пусть все ваши запомы сбываются и то что вы загадаете под новый год непременно непременно сбудется так как именно вам надо вот так что еще раз с новым годом пока-пока до скорых книг уже в следующем году